Бокер Тов, доброе утро! У нас новая недельная глава Торы, называется наш мини, восьмой. Написано о восьмом дне. Что это за восьмой день? Главецам написано, что семь дней огородных сыновья его, коины, должны выполнять все, что сказано о Маше. По отношению, по священию их коины. Каждые из этих семи дней должны они были приносить жертвы. И то, что мы читаем в главе ЦАУ, так написано, что семь дней. И вот наступил восьмой день. И теперь наступает служение. В книге ЦАУ написано, что в этой главе семнадцать заповедей. Шесть повелений и одиннадцать запретов. И левит из Барселоны, благословенной памяти, он пишет, что вот животные, которые можете есть, а вот этих животных нельзя есть, пишет. То есть, получается, одно предложение говорит о том, что вы животных таких-то едите, а тех, которых не содержатся признаки, которые здесь даны, вы не едите. Это нечистое животное. Мы должны это различать. То есть, одно повеление здесь. И не ешьте, это запрет. Написаны признаки животных, которые можем мы есть. То есть, написано, всякое животное, которое отрыгивает жвачку, и у него раздвоенные и расщепленные копыта, такое животное мы можем есть. И если мы возьмем главу РЭ, там перечислены эти животные. Написано, что это бык, овца и коза, горная коза, олень и серна, козерог и сага, булвал и лось. Там они перечислены. Значит, любое животное из рода вот этих животных мы можем есть. Три домашних животных, бык, овца и коза, и семь диких животных. Есть животные, которые содержат по одному признаку. То есть, у одних животных это просто, называется, что они отрыгивают жвачку, нет раздвоенных и расщепленных копыт. И такие животные это верблюд, заяц и доман. Доман, мудрецы предполагают, что это барсук. И есть животные, у которых раздвоенные и расщепленные копыта, но жвачку она не отрыгивает. Это порода свиней. Все животные, какие бы ни были из породы свиней, будут обычной, домашней свиней, или это бородавочник африканский, или это вепр лесной. Их восемь видов свиней на земле. Вот. Любое из этих животных есть мы не можем. Вот так вот. Вот об этом здесь идет речь. И написано, вы должны хорошо различать, вы хорошо знать должны законы, чтобы отличать чистое от нечистого. Есть вещи, которые в чистом животном запрещено есть. Допустим, приводит пример, Левит из Барселуи, говорит, допустим, это жир, который мы обязаны сжигать на жертвеннике. Внутренний жир, который легко снимается рукой с кишек. У животного этот жир мы есть не можем. Хотя животное кошерное. Но удивительно то, что если мы берем животное дикое, то у дикого животного мы можем есть даже такой жир. Нет запрета на это. Животное, которое сжигается на жертвеннике, отличается от тех животных, которые предусмотреть на жертвеннике нельзя. Хотя нечистые есть их можно. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан для поднятия на баши моего папа, Яков Беннахум, мой дядя Владимир Бен Григорий, моего брата Павел Бен Ефим, Хай Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Память Юрия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Борис Бен Мария, Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Лена Бат Клара, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат Мирьян, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита, Исхакшимон Бен Бейла Мотел, Фира Бат Анна, Гитл Бат Мирьян, за хорошую духу Арон Ария Бен Двойра, Денис Бен Нахум, Авигал Бат Сара. Пусть закончится эта страшная война. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин